То, что Ларат первый там начнет выигрывать, я не думаю, я не уверен все-таки. Ливан первый-вторый поединок снесет Ларата. Конечно, мне выгодно, чтобы выиграл Ларат. Поединок с Ливаном, то в данном случае он как-то вот более-менее понятно то, что нету какого-то там люфта между, ну, то есть я Ларату проиграл. Если Ливан у Ларата выиграет, то куда мне там до Ливана? У меня такая пропасть получается. А здесь какие-то шансы появляются. Если сухого счета не будет, то выиграет Ларат. Если сухой, то это 6-0 в пользу Ливана. Вы закрепили турнир за собой, Арматура. Скажем, Алексей наш земляк, хотя Монсон тоже уже. Будут бороться такие серьезные спортсмены, ну, как Монсон и Олейник. Блин, ну это для популяризации армрестлинга, это прям дорогого стоит. Бороться на руках должны все. Инферно стайл российский бренд спортивной и повседневной одежды. Пять лет мы выпускаем на своем производстве одежду высокого качества по доступным ценам. Мы контролируем каждый этап производства. Закрой, пошив, нанесение принтов, вышивка, ОТК и упаковка. Продукцию Инферно стайл можно купить на Вайлберис, Озон, Яндекс.Маркет и Мегамаркет. Все ссылки в описании. Килар от набрал, он это не скрывает и мы все это видим. То есть у него ряд побед был над серьезными соперниками, да, скажем так, одних из лучших. А Ливан, Ливан, ну видно то, что он подобрался к своем пиковой форме, да, тем более там еще у нас время есть. Ну, скажем так, большая часть болеет до Ларата, в силу того, что считают его легким и слабее. Но выносливый. Есть такая возможность у него зацепиться где-то в середине и выиграть. То есть если он это сделает, это однозначно победа. Ливан, конечно, сила старт, здесь у него, конечно, преимущество. Ну, просто все вот на какой-то момент надеются то, что все-таки будет победа Ларата, так как он все-таки вот трудяга, у него цель, возраст, я так понимаю, он сейчас вот, блин, сделку, знаешь, такую, сделка жизни, там, заключил, и вот, либо сейчас, либо никогда. И вот это тоже, как бы, в голове крутится, ты понимаешь, что он, блин, сделает максимально все, чтобы победить в этом поединке. Не будет ли сопо счет в одну и другую сторону, хоть кто-то заберет? Я думаю то, что если Ларат первый и второй может не выиграть, но потом замучает, и есть вероятность где-то в середине перехватить инициативу. Если это произойдет, то все, победа будет за Ларатом однозначно. То есть то, что Ларат первый там начнет выигрывать, я не думаю, я не уверен, все-таки Ливан первый-вторый поединок снесет Ларата. И Сухого, я надеюсь, что Сухого счета не выйдет. Ну, опять же, если Сухого счета не будет, то выиграет Ларат. Если Сухой, то это 6-0 в пользу Ливана. Ну, хочется, конечно, хотя бы равной борьбы, такая, чтобы она была, знаешь, хотя бы не в одну секунду, как это было там пять лет назад. А так, конечно. И, опять же, мне спрашивали, за кого я болею. Ну, не буду никого обманывать и водить за нос. Конечно, мне выгодно, чтобы играл Ларат. То есть если, грубо говоря, там поединок с Ливаном, то в данном случае он как-то вот более-менее понятно, то, что нету какого-то там люфта между... Ну, то есть я Ларату проиграл, вот если Ливан Ларата выиграет, ну, куда мне там до Ливана? У меня такая пропасть получается. А здесь какие-то шансы появляются. Ну, в целом, нужно тему раскручивать. Спортсменов должны узнавать. Некоторые уже не первый раз борются, но большинство первые. И надо эту тему развивать. То есть вы закрепили турнир за собой, Арматура. Дальше только лучше, я уверен. Вот как раз, наверное, вы сегодня анонс видели. Да, это очень круто будет. Это, скажем так, на новый уровень. Это то, к чему я призывал. То есть Армрессинг для профессионалов и он останется, но для того, чтобы все-таки было лучше для всех, бороться на руках должны все. Пусть это будет не очень технично, пусть это будут, как говорится, такие колхозные варианты без техники, но они тоже смотрятся и всем нравятся. Зритель, обычный зритель, он вообще не понимает, что там происходит. Да, ему главное, чтобы руку положили влево или вправо. И когда там будут бороться такие серьезные спортсмены по смешанным единоборствам, ну, как Монсон и Оленник, блин, ну это для популяризации Армрессингах, это дорогого стоит. И я думаю, дальше только лучше. Оленник и Монсон, они оба легендарные спортсмены, очень титулованные, за ними стоит большая история. Поэтому в любом раскладе, я думаю, интересно уже. Так скажем, Алексей наш земляк, поэтому, ну, хотя Монсон тоже уже, но просто у нас с Алексеем много общих друзей, по перерезду я там поговорю с ним. Ну, я ему и пару секретов тоже расскажу. В целом, вот вы, как выходит из борьбы, эти ребята тоже начинали с борьбы. У борцов, априори, есть потенциал в армии и заслятых, правильно я понимаю? Есть, конечно. Там больше, знаете, как, больше идет акцент на силовую выносливость. Там борцы такие более выносливые, тягучие, и многие ребята забывают, что это борьба на руках. Не то, что большие веса поднимать. Вот поэтому у борцов больше и легче получается бороться, чем стронгбайнов, тяжелоатлетов. Они не эластичные, у них мышцы, мне кажется, более крепатуристые, чем у борцов. Поэтому, да, у борцов больше шансов в армии адаптироваться, чем у силовой выносливости спорта, ребята, которые выступают. Hilma Pro. Ребят с хорошим топливом для профессиональных спортсменов на рынке. Более подробно вы можете узнать по ссылочке. Вот. А сейчас хочу сказать только благодаря им у меня получается хорошо и качественно тренироваться, восстанавливаться. Скорее всего, после такого мощного турнира, который у нас был, я бы до сих пор лежал дома и отдыхал. Вы же вроде приехали армом заниматься, а не в леске заниматься. Ну, я вот решил попробовать совместить все это дело. Не советую за мной повторять. Чисто мой эксперимент небольшой. Пойдет. Можно еще идти бороться. Если ты вот сделал это движение сюда, полностью до края подушки, а теперь таз уводи под стол, да, тогда у тебя, получается, есть куда идти. Надо, короче, туда подальше. Ноги, да. Одна нога у тебя впереди должна, то есть, если мы боремся на левую, то у нас левая нога впереди, вторая вдоль стойки. Да, смотрел на арматуре, да. Потенциал есть, потенциал хороший, нужно добавить жесткости, нужно добавить техники, все будет неплохо. Парень сильный, одаренный. Я так понимаю, молодой, сколько тебе лет, вообще отлично. Поэтому нужно тренироваться, все будет отлично. Два сценария. Вот первый, давай, как ты идешь, бежишь сюда. Не-не-не, вот это второй, да, вот сюда. Вот, ты тебя поймал, и отсюда мне гораздо проще вот уже тебя сюда прибить. По крайней мере, импульсным таким движением я сделаю таким образом, что у тебя срыв будет проигрышным. А судим, даже если ты сорвешься. Все, да, моя победа. А вот вторым сценарием, если ты идешь, смотри, вот, у нас, в принципе, равный разрыв получается, а на завязках там совершенно другая кухня начинается, понимаешь? Угу. По парню здесь еще практически ничего не понятно. То есть должно быть пройти какое-то время, побольше поединков таких с разными соперниками, да? Тогда, собственно, сформировалось уже какое-то понятие, кто на что, да, гораздо. Тогда, тогда можно будет что-то придумывать. Но, допустим, Качалин и Кимба, да, прикольно, малыш, а Кимба на левую тоже интересно. Ну, интересно будет. То есть я даже здесь понимаю примерно силу ребят, понимаю то, что Кимба может быть нелегко. Он, в принципе, не думает то, что прям в одну калитку выиграет. То есть может быть перестоит, да, но сразу вот сходу не получится у него. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...